привет youtube сегодня будет совсем коротенькое видео в котором я хочу с вами поделиться историей которая произошла сегодня с нами утром так вот сейчас я вам показываю дорогу по которой мы обычно едем городу она не очень много времени занимает но это выезд из города это беженская трасса как видите такой достаточно сильный поток машин никаких тротуаров какие-то заправки строительные магазины дальше там начинается такой частный сектор скажем так где проживают не самые лучшие социальные слои населения вот значит утром муж сегодня меня попросил отвезти его до города едем мы с ним с утра такой дождик еще накапывает и смотрим по обучение идет зонтик с ножками я диме говорю диме смотри какая маленькая девочка ведет смешная под зонтиком а потом понимая что не спереди не сзади не с ребенком нет взрослых то есть ребенок просто идет сам по себе никого не догоняет ни от кого не убегает просто идет куда-то целенаправленно под зонтиком дима говорит наверно идет в магазин тут как раз недалеко магазин на что как бы какие-то у меня сомнения потому что ну очень уж маленькой показалась мне это девочка мы значит уже разворачиваемся подъезжаем девочки я к ней вышла привет 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 я говорю ты куда идешь к папе почему одна где мама мама в больнице и видно что девочка совсем маленькая одевалась видно сама потому что водолазка на ней одета наизнанку все что-то было она одела блин ну как так где папа куда так победишь он тебя в магазине работы нет ни магазине а ты знаешь куда идти до знаю показать сможешь типа работает смогу спрашиваю группа едем куда к папе или домой нет к папе в общем в итоге естественно ребенка мы посадили в машину на что она не оказала совершенно никакого сопротивления просто спокойно села и поехала с нами она действительно знала где работать ее папа девочки три годика мы приехали на стройку до которой пешком ребенок шел бы ну наверно минут какие минут часа два наверное она обошла вот по той дороге да где нет ни тротуаров где огромный поток машин где очень много нерусских где сплошные какие-то закоулки подворотни в общем совершенно непонятно не для ребенка совершенно абсолютно среда одинокого ребенка и ногу идущего ребенка приехали мы на стройку заходим нашли папу если честно когда мы ехали я думала что ну скорее всего какой-то алкоголик наверное да то есть неблагополучная наверное семья по всей видимости ну к навстречу нам вышел вполне адекватный мужчина ему кстати уже где-то проем 50 лет либо он не очень хорошо выглядит в общем мне показал что ему где-то около 50 вот он был очень удивлен мне кажется шокирован с тем тем что я зашла с его дочка к нему я ему рассказала вкратце всю эту историю огромное спасибо он не пять раз повторю закурил в общем к чему я это все говорю ребят родители следите за своими детьми я так поняла что история получилась следующая папа и уехал на работу с утра пока ребенок спал мама поехала в больницу оставив точку какой-то там тети валя уж куда там делась эта тетя валя одна одним им теперь будет известно но суть том что ребенок проснувшись один дома испугался быстренько оделся и пошел на работу папе что могло произойти с ребенком все мы сейчас живем то время когда очень быстро распространяется вся информация до таких случаях мы знаем сколько детей пропадают сколько детей ищут и не могут найти в течение очень долгого времени взрослые то пропадают что уж там про детей говорить поэтому следите следите за своими детьми не оставляйте их ни на секунду доверяйте их только проверенным людям надежным с которым сто процентов вы будете уверены что ребенок будет в порядке иначе будете потом может произойти так что потом будете жалеть об этом всю свою оставшуюся жизнь вот такое вот коротенько сегодня видео хорошо что все закончилось хорошо что девочки попались на встречу мы еще хочу вот что сказать какой момент вот ребята не будьте равнодушными да вот вы проезжаете мимо видите что ребенок идет один но не может маленький ребенок идти один как вы крутите не может не может чтобы вы там не подумали за него не может эти ребенок один очень у нас любят люди думать когда например мужчина лежит да на земле все сразу а из особенно если это утро или день какая первая мысль возникает у людей проходя мимо такого человека а вот сволочь блять нажрался лежит среди дороги с утра пораньше нажрался один прошел второй прошел третий прошел четвертый прошел а 5 остановился и и спроси мужчина что ну посмотрел да а мужчина плохо сердцем и та помощь которая могла быть оказана подойди к нему сразу первый человек могла бы спасти такому человеку жизнь гарантия того что когда пятый человек подойдет спасти такого человека вполне возможно уже будет нельзя не будьте равнодушными будьте немножечко внимательны каждый нас сейчас живет сложное время когда все пытаются просто выжить до всех свои проблемы свои заморочки свои все идут своих угрюмых мыслях не оборачиваясь вокруг да несмотря по сторонам зациклившись только на себе смотрите немножечко шире мир он большой вокруг нас много людей вполне возможно именно в этот момент когда вы проходите мимо кому-то нужна помощь не будьте равнодушными подойдите спросите убедитесь что действительно не нужна ваша помощь идите дальше спокойно а если нужна просто помогите вот девочку звали зовут даша атаманка это дашь на самом деле родители вот такая вот история сегодня произошла с нами почему-то мне так отложила наложила отпечаток заставила призадуматься о том правильно ли мы делаем всегда будьте добрее любить друг друга до новых встреч